Аэродром Джанкой, действующий государственный аэродром в Крыму, на котором дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. Полк сформирован после аннексии Крым Российской Федерацией в январе 2015 года. По штатному расписанию, в полку насчитывается три авиационные эскадрильи. Первая на вертолетах К-52, вторая на Ми-28 и Ми-35, третья на Ми-8 АМТШ. Есть еще пару Ми-26. Также дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ. После окончания Второй мировой войны на полевом аэродроме Джанкой дислоцировались истребители. Строительство бетонного аэродрома началось в 1952 году. В 1961 году на аэродром перебазировался 369-й яский краснознаменный десантно-транспортный авиационный полк, летавший на транспортном варианте Ту-4Д. Полк вошел в состав переформируемой 7-й военно-транспортной авиационной дивизии. После перебазирования полк начал переучивание на Ан-12, в дальнейшем летал на Ил-76 МД. В 1994 году самолеты Ил-76 были переданы в Запорожье и Мелитополь, интенсивно использовались для перевозки коммерческих грузов. На аэродроме Джанкой для поддержания жизнедеятельности была сформирована 21-я авиационная комендатура ВЧА-1387. Тем не менее, часть дальних стоянок Ил-76 и некоторое количество покрытия рулежных дорожек были разобраны. До российской оккупации Крымского полуострова в 2014 году Джанкой был украинским военным аэродромом, впоследствии гражданским аэропортом. В 1995 году Джанкой был внесен в Государственный реестр гражданских аэродромов Украины, а в 1999 году был сертифицирован как международный аэропорт, способный принимать и выпускать самолеты всех классов днем и ночью в сложных метеорологических условиях. Аэродром расположен на окраине города Джанкой, вплотную с северо-запада примыкает микрорайон Московский, в котором находится военный городок. В ночь на 17 апреля 2023 года в районе аэродрома прозвучали взрывы. Спутник Виаирсуоми НПП зафиксировал шесть очагов мощных пожаров на российском военном аэродроме в Джанкой. Местные жители сняли сами взрывы и пожары.